Зимой на туристическом рынке Харбина всегда жарко, но в этом году особенно. За три выходных дня по случаю Нового года город принял более трех миллионов туристов со всей страны. За эти каникулы гости принесли ему почти 6 миллиардов юаней, что в пять раз больше аналогичного показателя известного туристического города Санья на юге Китая. Популярнее всего у туристов парк «Большой мир льда и снега». Чем он так привлекателен, выясняла наша съемочная группа. На площади 810 тысяч квадратных метров, более 2000 арт-объектов, изготовленных с использованием 250 тысяч кубометров льда и снега. Этот парк ледяных и снежных скульптур в Харбине поражает своим ощутимой красотой и привлекает сюда рекордное количество туристов. Парк ежедневно принимает примерно 30 тысяч человек. Это рекордный показатель за всю его историю. Нам очень весело. Людям с юга Китая очень нравится снег. Для нас это в хорошем смысле шокирующий опыт, ведь мы никогда не видели таких потрясающих ледяных скульптур. Мы поражены красотой этого парка, причем он по-разному красив днем и ночью. Я с юга Китая и в первый раз в Харбине. По-моему, даже снег здесь отличается от снега в других китайских городах. Он белый и чистый. Специально из России приехали посмотреть на вот этот вот ледовый город. Это все такое огромное, красивое, сверкающее. Очень много труда, люди молодцы, постарались. Впечатляет не только масштаб парка, но и гостеприимство местных жителей. В парке около ста волонтеров. В основном это студенты, которые решили провести зимние каникулы с пользой. Многим туристам бывает сложно ориентироваться, и мы помогаем с этим. Тем, кто стоит в очередях, мы даем имбирный чай и грелки, чтобы они не мерзли. Некоторые теряют документы, карточки, ключи от номеров гостиницы или мобильные телефоны. И мы помогаем в поисках. Помогают не только волонтеры, но и сотрудники парка. Туристы часами стоят в очереди на эту огромную ледяную горку. И ее не закрывают, пока не скатится последней в очереди. Мне кажется, в этом году туристов намного больше, если сравнивать с предыдущими годами. Парк работает до 10 часов вечера, но мы заканчиваем в 11 или 12, чтобы все туристы, которые отстояли очередь, обязательно скатились с горки. Еще в парке можно прокатиться на лыжах, гангах, велосипеде-балиду или на колесе обозрения. Здесь каждый найдет развлечение по душе. Сейчас температура примерно минус 20, но это не мешает людям весталися в городе Лида. И на дневно на землю дискотеку проезжают больше 10 тысяч туристов из Китая и других стран. Циангэ Ле уже 12 лет работает ведущим таких дискотек. Из-за туристического бума в Харбине он стал местной знаменитостью. В день открытия парка у него было 600 тысяч подписчиков в соцсетях, а сейчас больше 2,5 миллионов. Хотя зимой туристический рынок Харбина всегда на подъеме, я не ожидал такой популярности. Очень рад, что так много людей интересуется моим родным городом. Парк «Большой мир льда и снега» возводят в Харбине уже в 25-й раз. Он по праву стал символом и визитной гордочкой города. Субтитры создавал DimaTorzok